Исторический максимум почти 73 года. Такого уровня достигла средняя продолжительность жизни жителей Чуваши. Об общем состоянии здоровья населения и приоритетных направлениях в области медицины доложил министр здравоохранения Чуваши на очередном заседании Кабинета министров. Главный инструмент – профилактика. Упор на инфекционные заболевания. В 2017 году профилактика получила новый виток развития. Проекты – школьная медицина и цеховая медицина. Диспансеризация также помогает выявлять и предупреждать болезни на ранних стадиях. Ее проходит почти все население республики. Кроме того, мы активно используем выездные формы работы. Следующий слайд. Выездные формы работы, такие как выездные сосудистые патрули, онкопатруль, мобильные врачебные бригады. В 2017 году запущен новый проект – мобильная поликлиника, в рамках которого ведущие специалисты клиник республики осмотрели более 9 тысяч сельских жителей. Такая работа нам и продолжена, поскольку это один из малозатратно-высокоэффективных инструментов раннего уявления заболеваний. Комплекс мер позволил снизить заболеваемость и смертность. Соответственно, выросла средняя продолжительность жизни жителей Чуваши и достигла исторического максимума 73,74 года. Все же воспитывать серьезные отношения к здоровью стоит с детства, заметил глава Чуваши Михаил Игнатьев. Здесь должна быть налажена коллективная работа министерств, отвечающих за образование, здравоохранение и физическую культуру. Сотрудничество госорганов и коммерческих структур, например, уже дает плоды. Так, в прошлом году окно для бизнеса создали на базе Сбербанка, где предприниматели, не сходя с места, могут решить финансовые дела и при этом получить государственные услуги. За пять месяцев туда обратились почти тысячи предпринимателей. Проект постановления предусматривает создание центров оказания услуг для бизнеса, путем создание дополнительных окон для юридических лиц индивидуальных предпринимателей на базе кредитных организаций и объектов, образующих инфраструктуру поддержку бизнеса. К первому июню в Чувашии создано восемь отдельных окон, обслуживающих представителей бизнеса. По большей части они располагаются в многофункциональных центрах республики. Ирина Волкова, Леся Русакова, Андрей Шоклев, Республика.